«Улучшит ли Садхана мое человеческое благосостояние?» 24 марта 1991 года Я могу вас заверить, я могу вам поклясться, что вы не феномен тела ума. Я могу вас заверить, я могу вам поклясться, что вы не деятель. Не важно, что вы переживаете умственно, физически или еще как-то, это не истина о вас. Истина о вас – это абсолютная реальность, пара-брахман, сад-читананда, чистое осознавание, конечное единство. Вот что вы есть. Почему вы мне не верите? Вы думаете, что вы хрупкое тело, которое живет в мире, возможно, 70-80 лет, а потом вам приходит конец. Но это не так. Вы совсем не тело. Это тело даже не существует. Кажется, что оно существует. Кажется, что оно существует, как личное «я». Когда вы исследуете личное «я», то обнаружите, что нет тела, нет ума, нет мира, нет проблем, нет Бога, нет Вселенной. Вы есть то. Вы есть то абсолютное сознание, которое никогда не рождалось и не может умереть. Вы есть абсолютная реальность, которая была всегда и всегда будет, одинаковые вчера, сегодня и завтра. Знайте, кто вы есть. Не будьте зависимы от мира ради средств к существованию, ради выживания. Погружайтесь внутрь глубже, чем вы погружались когда-либо раньше. Погружайтесь внутрь и все глубже и глубже, и вы увидите истину, что вы есть вездесущность. Вы есть чистое сознание. И это истина вас, и нет другой истины. Примите это, будьте этим. Есть определенные вопросы, которые люди постоянно задают. Люди из этой группы, люди, которых я никогда не видел, звонящие мне по телефону, люди, которых я встречаю в парке, бездомные люди, иностранцы, бедные люди, люди всех национальностей. Они спрашивают, по мере того, как я буду практиковать Адма-Вичару, самоисследование, будет ли в процессе этого улучшаться мое человеческое благосостояние? Иначе говоря, они хотят знать, будет ли улучшаться их личная жизнь, пока они занимаются этой садханой. Будь это медитация «Я есть» или самоисследование. Если я заболею, выздоровею ли я? Если я бедный, стану ли я богатым? Если я несчастный, стану ли я умиротворенным? И так далее и тому подобное. Я отвечаю на это следующим образом. Сначала скажите, что вы имеете в виду, когда говорите «улучшись в свое благосостояние». Что вы подразумеваете под этим? Обычный ответ такой. Я имею в виду, что стану лучше, получу лучшую работу, смогу купить новую машину, смогу избавиться от рака, который меня съедает, смогу найти свою половинку, партнера, совместимого с моим образом мышления. Случатся ли все эти вещи, когда я буду практиковать? Мы обсудим это в течение какого-то времени. Этот вопрос предполагает, что вы человеческое существо, и вы желаете улучшить ваше человеческое благосостояние. На самом деле происходит так, что вы усиливаете ваше эго. Начнем с того, что такое человеческое существо. Если бы мы посмотрели на человеческое существо под электрическим микроскопом, то обнаружили бы кое-что интересное. Вы бы увидели миллиарды молекул. И если бы посмотрели глубже, то заметили бы триллионы атомов, которые составляют молекулы. Вы бы увидели пространство между атомами. Если бы вы были так же малы, как атом, пространство между молекулами было бы равнозначно расстоянию между планетами, между Землей и Марсом, Землей и Питером, Землей и Солнцем. Между атомами также есть пространство. Это пространство сознания. И пространство вне тела тоже сознание. Я пытаюсь сказать, что есть одно пространство. И вы являетесь этим пространством. Ваше тело постоянно меняется. Ваше тело не то, что вы о нем думаете. Нам только кажется, что оно твердое. Точно так же, как любая другая вещь на этой Земле. Стул, радио, коврик, стена. Кажется, что эти вещи твердые. Но это не так. Что определяет ваше тело в сравнении со стеной? Движение атомов. Насколько быстро или медленно они движутся. Атомы тела движутся с определенной скоростью. Они становятся телом. Но снова, если вы понимаете то, о чем я говорю, то на самом деле вы пространство. Вы не тело. Потому что пространство между атомами больше, гораздо больше, чем сами атомы. Что стоит за пространством? Что является причиной пространства? Что является основанием пространства? Вы. Ваша настоящая природа. Абсолютная реальность. Так что видите, вы не то, чем кажетесь. Попытки влучшить что-то, чего не существует, приносят страдания. Поскольку вы отождествляетесь с видимостью, а не с реальностью. Пока вы отождествляетесь с видимостью, то испытываете разные обстоятельства жизни, разные опыты. И вы некоторым образом пытаетесь улучшить ваши обстоятельства жизни. Вы зря тратите свое время, поскольку в этом мире вам приходится переживать обе стороны одной монеты. На каждый подъем есть спад. На каждый вперед есть свое назад. Тогда кто вы? Кто же хочет улучшить свое человеческое состояние? Это первое, что вы должны у себя спросить. Кто хочет улучшить человеческое состояние? И ответом всегда будет «Я хочу». Тогда кто «Я»? Что является источником «Я», который желает улучшить человеческое состояние? Когда вы ищете источник, то обнаружите, что «Я» исчезнет. По мере того, как вы начнете осознавать истину о себе, что вы не тело-ум, не деятель, будет проявляться счастье. Это счастье возникает само по себе, как результат вашего понимания, что вы не тело-ум. Но вы все равно задаете вопрос. «Если я не реализованный, почему я не могу жить в полной гармонии с жизнью в моей иллюзии?» И это невозможно. Все, что рождено, так сказать, должно умереть. Вы начинаете умирать, как только рождаетесь. Но что действительно с вами происходит, в той мере, в какой вы начинаете познавать истину, в этой же мере вы начинаете превосходить так называемое человеческое состояние. Иначе говоря, ваше тело может иметь рак, а вы больше не пытаетесь его вылечить или что-то в этом роде. Вы просто отождествляетесь с реальностью. Насколько вы отождествляетесь с реальностью, настолько вы меньше чувствуете тело с раком. Другим людям может казаться, что у вас есть рак. Может казаться, что вы увядаете. Так было с Раманой Махарши, перед тем, как он, так сказать, покинул тело. Так было с Рамой Кришной и многими другими. Люди видят, как увядает тело, но у мудреца нет тела, которое увядает. У него просто нет тела. Для него тела не существует. Это проблема, потому что, когда я это говорю, я знаю, что многие из вас приходят в замешательство. Как может мне быть тело, если я его вижу? Спросите себя, кто видит? Что вы видите? Вы видите бедность, вы видите жестокость человека по отношению к человеку, вы видите то или это. Видящий должен быть превзойден. Чтобы видеть все это, должен быть видящий. Когда вы задаете вопрос, кто видящий, видящий и видимый объект растворяются в ничто, из которого они появились. Это означает, что вы не должны принимать то, что видится. Пусть мир вращается, пусть люди проходят через свою карму. Оставьте все в покое. Позвольте высшей силе заботиться о мире и вселенной, а сами отождествляйтесь с настоящим Я, истинным Я, который есть в всеприсутствии. Истинное Я – высшие силы. Знайте, что вы есть то. Вы больше не ограниченная личность. Вы больше не хрупкий человек, который умирает от рака или испытывает недостачу, или ограничения, или счастье, человеческое счастье, или цветущей здоровью. Даже Арнольд Шварценеггер зачахнет. Он может верить в свое тело, но он становится все слабее и слабее, по мере того, как стареет. Все это время он потратил зря, отождествляясь комнатой для поднятия тяжестей. А он мог бы стать свободным и отождествляться с реальностью. Никто не живет вечно. Ни одна ситуация не останется одинаковой навеки. Все заканчивается в этом мире. Все имеет начало, середину и конец. Но вы не это. Вы не имеете никакого отношения к этой картине. Вы бессмертны. Вы нирвана. Вы должны с сегодняшнего дня перестать судить других, исходя из видимости. Чем больше вы это чувствуете, тем меньше вы говорите. Потому что о чем все разговоры? Говорят только о мире, людях и вещах. Подумайте, как долго вы говорили с того момента, как родились. Вы начали с папа-мама и потом расширили свой словарь. Вы думали, что совершаете нечто замечательное. Вы зря тратили свое время. Чем больше вы знаете слов, тем больше ваше эго. Чем меньше слов вы знаете, тем ближе вы к истинному «я». Есть ли что говорить истинному «я»? С кем оно должно говорить? С собой? Истинное «я» — это самосодержащее сознание, осознающее само себя, как все присутствие. Так с кем оно должно говорить? С собой? Истинное «я» — это совершенное блаженное сознание. Однако вы скажете, как я смогу это сделать? Я работаю, чтобы заработать на проживание. Я должен питаться, я должен зарабатывать себе на хлеб с маслом, я должен говорить. Не беспокойтесь о деталях. Если вы погрузитесь внутрь себя и будете проводить большую часть своего времени, размышляя о ней есть, практикуя самоисследования, детали сами по себе образуются. Не стоит верить, что от вас зависит то, чтобы справиться со всеми деталями жизни. Есть высшая сила, которая знает, где должна быть видимость вашего тела и какая работа должна выполняться. Доверяйте этой силе. Однажды вы обнаружите, что эта сила — не кто иной, как вы сами. Эта сила — ваше истинное «я». Но до этого доверяйте этой силе. Мне нравится назвать эту силу так. Течение, которое знает дорогу. Это красивая сила. Она знает лишь любовь. Она хочет, чтобы вы стали живым воплощением любви. Она хочет, чтобы вы слились с ней. Однако, пока вы отождествляетесь с миром, то никогда не сможете познать реальность. Пока вы отождествляетесь с вашим личным «я», все время провозглашая, что «я чувствую, я злюсь, я больной, я в депрессии», я счастлив, потому что кто-то что-то мне дал, я чувствую себя хорошо, потому что я добиваюсь своего. Это «я» должно уйти. Весь мир, вся Вселенная, люди, места и предметы привязаны к «я». Если вы проследите «я» до Источника, вся Вселенная исчезнет. И возникает вопрос, а что тогда? Если Вселенная исчезнет, буду ли я в космосе, буду ли я в тумане? Это парадокс. Вселенная исчезает, однако вы существуете, как Вселенная. Ваше тело будет продолжать заниматься своими делами, но вы больше не будете отождествляться со своим телом. Вы больше не будете чувствовать, чувствовать, что вы в теле. Вы будете чувствовать, что тело у вас. Вы будете чувствовать себя, как огромный экран, на который наложены все предметы на этой земле. Деревья, растения, цветы, жуки, убийцы, любовники. Все это на экране. А экран – это вы. Экран – это не они. Поэтому неправильно говорить, что Бог внутри меня. Тело, за которое вы себя принимаете, находится в Боге и сознании. Точно так же, как тело, которое вы рисуете на школьной доске. Но тело, которое вы рисуете на школьной доске, не является доской. Доска содержит сама себя, и вы можете рисовать на ней предметы, стирать их, рисовать новые, и стирать их опять. Это как жизнь, которая переходит из одного рождения в другое, из одного опыта в следующий. Вся Вселенная – это наложение на сознание. Когда вы меняете идентичность и отождествляетесь с сознанием, все исчезает. Однако вы продолжаете переживать, но не как эго, а как истинный «я». Что вы переживаете? Чистое осознавание. Вы осознаете истину, реальность. Ваше тело будет продолжать свое путешествие по миру, занимаясь тем, для чего оно сюда пришло. Но вы не будете своим телом. Снова это парадокс, потому что кажется, что вы – ваше тело. Но вы не ваше тело. Вы становитесь живым воплощением чистого счастья, абсолютной радости и блаженства. Мир больше не может вас обмануть или потревожить. У вас есть глубокое чувство бессмертия. Вы знаете без слов, что никто не умирает, потому что никто не был рожден. Вы понимаете и осознаете без слов, что у Вселенной нет причинно-следственной связи. Ничто никогда не породило ее жизнь. У Вселенной нет причины. Если у Вселенной нет причины, снова спросите себя, откуда она появилась? Ответ такой. Она ниоткуда не появлялась. Это как гипноз. Вас загипнотизировали верить, что что-то реально. Но это не так. А для вас оно реально. И когда вы выходите из гипнотического транса, то снова являетесь частью бодрствующего мира. То, что казалось реальным, уходит. Точно так же с этим миром. Он кажется реальным, однако он как сон. Вы пробуждаетесь, и сон заканчивается. Когда вы пробуждаетесь от своего смертного сна, представление о телеуме деятели тоже заканчивается. Является ли это учение практичным? Является ли практичным обнаружение своей настоящей природы? Конечно, это практично. Помните, что, практикуя самоисследование и приближаясь к истине, вы не становитесь грузом для общества. Многие люди до сих пор думают, что они будут все дни проводить дома и медитировать. Я снова вам напоминаю, что это так не работает. Если вам было предназначено быть активным, вы будете активным. Если вам не было суждено быть активным, как бы сильно вы ни старались быть активным, вы ничего не сможете сделать. Снова, не обременяйте себя деталями. Просто практикуйте каждый день. Осознавайте каждый день. Смотрите, кто расстраивается, кто чувствует, что к нему пренебрежительно относится, кто ранимый. Смотрите, кто соревнуется с другими. Смотрите, кто вы есть. Обнаружьте истину. Станьте свободными. Осознавать, что вашей настоящей природой является парабрахман, чудесно. Это за пределами слов и мыслей, за пределами человеческих опытов любого рода. Вот как вы можете принести покой в мир, не пытаясь сочинять мирные лозунги или организовать демонстрации, а став самореализованным, пробужденным. Тогда ваше сознание автоматически расширяется. Люди это чувствуют и тоже автоматически начинают обращаться внутрь. Поначалу не беспокойтесь об этих вещах вообще. Когда вы пробудетесь, тогда посмотрите, хотите ли принести покой в мир. Потому что я не смеюсь над вами. Нет мира, которому нужно принести покой. Мы смотрим на вещи с обеих сторон. Когда вы все еще верите в свою человечность, то хотите совершать добрые дела. Вы хотите принести покой в мир, сделать мир в лучшем местном для жизни. Но чем дальше вы идете к истине, тем больше становитесь самореализованными. Тем больше вы способны видеть «Я есть мир». Все это и есть истинный «Я». И «Я есть это». И вы проживаете прекрасную жизнь. Снова это начинается, как только вы просыпаетесь утром. Делайте все от вас зависящее, чтобы увидеть четвертое состояние сознания за пределами бодрствования сна и сновидений. Четвертое состояние сознания между сном и бодрствованием. Попытайтесь словить себя в нем. Люди рассказывают, что они пытаются и не могут. Если вы будете продолжать, у вас получится. Это то место, где нет мыслей. Место, где нет никаких размышлений. Это неподвижное место, то есть боложенное сознание. До того, как выходит «Я» и начинает делать свою грязную работу, прямо перед тем, как «Я» проснется, поймайте себя в этом состоянии и задайте вопрос, откуда появилась «Я»? Кажется, что «Я» исчезает, когда я засыпаю. Куда оно уходит? Что является его источником? Когда вы спите, когда вам снятся сны, когда вы пробуждаетесь, кажется, что есть еще одно «Я», которое наблюдает, как вы спите, бодрствуете и видите сны. Это и есть настоящее «Я», то есть сознание. На самом деле есть только одно «Я», но пока вы отождествляетесь телом, кажется, что есть личное «Я». Когда вы начинаете постигать «Высшее Я», личное «Я» просто исчезает, поскольку на самом деле оно никогда не существовало. И начинает действовать «Большое Я», то есть чистое осознавание. Вы обнаружите, что с вами происходит кое-что интересное. Вы становитесь все счастливее, без причины. Ваши страхи просто исчезают. Ваше прошлое растворяется. Рождается новый человек. Все чувство вины рассеивается. Вы пробудились. Попробуйте. Это работает. Мы все здесь одна большая семья. Я уверен, что вы бы хотели что-нибудь сказать или задать вопрос. Пожалуйста. Роберт, я смотрю на эти концепции о бессмертии, концепции на физическом плане и в нашем состоянии бытия. Почему, если мы бессмертные, мы выбрали смертный, ужасающий путь этой жизни? К чему это все? Вы никогда этого не выбирали. Вы должны задать себе вопрос, кто выбрал. И вы обнаружите, что то «я», которое, как вы думали, выбрало, никогда не существовало. Вы никогда не делали выбор быть смертными. Ваша смертность на самом деле не существует. Кажется, что она существует, как личное «я». Если вы будете отслеживать личное «я» до источника, то обнаружите, что смертное никогда не начиналось и никогда не заканчивается. Смерти нет вообще. Смерти нет вообще? Нет. То есть мы бессмертные? Вы бессмертные. Это ваша природа. Вы кажетесь смертными. Это так, будто бы вы смотрите кино и на экране видите разные картины. Они покрывают экран. Вы понятия не имеете, что существует экран. Но вы можете видеть картины по той причине, что есть экран. Если вы попробуете ухватиться за картину, вы схватите экран. Точно так же и с нами. Мы наложение на сознание, и мы кажемся смертными. Все это часть большой иллюзии. Именно это и называется майя. Кажется, что это существует, но это не так. Когда вы пробудетесь, то осознаете, что никогда не было такого времени, когда вы родились, и никогда не будет такого времени, когда вы прекратите быть. Так что смерть – это ложь, это видимость. Возможно ли так, что если кто-то делает такие вещи, о которых я сказал, и вокруг нас есть броня, и эта броня может быть разрушена, и мы смогли бы увидеть наше истинное «я»? С этим методом, который вы объяснили, вы можете дойти только до этого. Чтобы пройти весь путь, нужно пройти через самоисследование. Вы должны избавиться от личности, которая дышит, так же, как и от дыхания. Все это часть ложного отождествления. С помощью дыхательных упражнений, о которых вы говорили, улучшается ваш физический статус. Это заставляет вас чувствовать себя лучше, как смертного. Но дальше этого не идет. Чтобы действительно прорваться через это, вы должны задать себе вопрос, кто дышит, кто здоровый. Это эго. Избавьтесь от этого, и вы будете свободны и счастливы. Вы знаете, когда вы говорите, то это правда. Я слышал это много раз. Но такое впечатление, что это словно бросать мечом в стену. Он возвращается назад. Мяч не проникает в стену. Вы получаете то, что видите. Если вы видите таким образом, что он возвращается, а это так и происходит, перестаньте на это смотреть. Идите за пределы этого. Обнаружьте, кто видящий и что видится. Они являются одним и тем же. Видящий и видимое – одно и то же. Идите дальше этого. Идите дальше этого. Это почти как… Я знаю, я болтаю, но это почти как будто бы вы говорите со мной на греческом. Пока не знаешь греческого, это ничего не означает. Нет, это немножко по-другому. Поскольку вы просто-напросто должны исследовать, кто не понимает. Это всегда возвращается к вам. Кто не понимает? Я не понимаю. Тогда кто этот я, который не понимает? Откуда он появляется? Кто его породил? Как он появляется? Такое впечатление, что он появляется только тогда, когда я открываю свои глаза утром. Тогда я начинаю свою работу. Тогда что является его источником? Когда вы будете отождествляться с источником, я будет исчезать, и вы станете свободным. Как это случилось с вами? Эта история есть в уроке номер четыре. Я имею в виду, это было постепенно? Нет. Вот так или... Дело челчок пальцами. Я сидел на уроке в старших классах, когда мне было четырнадцать лет, и сдавал тест. Я буду кратким. Неожиданно я обнаружил, что исчезаю, сливаюсь с сознанием. Не как тело, а как само чистое осознавание. Мое тело словно растаяло, но я никуда не ушел, не было изменений. Как сознание я понял, что тела нет. Никто не существует. Есть только само сознание, которое выражает себя, как чистое осознавание. Я не знаю, как долго это длилось, но следующее, что я помню, когда учитель стал меня трясти. Это переживание больше никогда не покидало меня. И это не было подготовкой, как мы сейчас занимаемся. Это просто случилось, как снег на голову. Я имею в виду... Это просто случилось, как снег на голову. Мне кажется, что экрана нет. Экрана нет, но для... Экрана. Экрана. Я согласен с вами. Экрана нет. Сознания нет. Самореализации нет. Реальности нет. Есть только тишина. Если нет экрана, тогда нет слов. Чтобы объяснить эти вещи, нам необходимы иллюстрации и слова. Но вы правы. Экрана нет. Роберт, но все-таки самоисследование это очень продвинутое состояние, не так ли? Перед тем, как оно может быть эффективным, человек должен иметь хорошую концентрацию. Когда вы советуете найти я, пребывать в я, отслеживать я до его источника, чтобы найти я, требуется однонаправленность. Если это сложно, тогда полезно заниматься джапой, чтобы стараться обладать такой концентрацией, чтобы найти я и исследовать, чтобы заниматься исследованием. Это зависит от зрелости человека. Не все могут заниматься самоисследованием, вы правы. Если не это, то лучшее из того, что можно сделать, это сдача. Полная и совершенная сдача Богу. Отдайте Богу ваше эго, вашу жизнь, все. У вас не должно быть свою волю. И когда вы это делаете, то можно практиковать джапу, мантры. Это помогает сделать ум однонаправленным и подготавливает вас к самоисследованию. Но вы можете узнать, где вы находитесь, по тому количеству внимания, которое можете уделять самоисследованию. Если это немного сложно, не беспокойтесь об этом. Сдайтесь полностью. Все это могут сделать. Пойте пхаджаны, читайте мантры. Если вы искренни, что бы вы ни делали, приведет вас к следующему шагу. Течение, которое знает дорогу, позаботится о вас, если вы преданы вашему истинному Я. Правда, что есть разница между свидетельствованием и самоисследованием? О, да, самоисследование – это не свидетельствование. Свидетельствование – это очень хорошо, оно помогает. Стать свидетелем своих мыслей, не пытаясь их изменить. Стать свидетелем всего. Но когда вы практикуете самоисследование, то задаете вопрос, кто свидетель. Свидетель все еще привязывается к Я. В конце концов, свидетель должен уйти, и тогда остается чистое осознавание. Такое впечатление, что при свидетельствовании мысли все равно приходят и уходят. А при исследовании, если вы входите в состояние пребывания в Я, мысли практически прекращаются. Есть только Я-Естность. Когда вы пребываете в Я, то являетесь Я-Естностью. Никого не остается, чтобы думать. Нет ничего, чтобы оттуда возникали мысли. Нет такого места, куда бы уходили мысли. Они просто прекращаются, как будто в первую очередь они никогда и не существовали. А так и есть. Да. Но они снова возникают. Для кого они возникают снова? Думаю, для сознания. Мысли не могут возникать для сознания. Тогда для кого они возникают? Ни для кого. Ни для кого, но, как я говорю, они исходят из сознания, они воспринимаются и потом уходят. Мысли не исходят из сознания. Мысли – это сознание? Сознание – самосодержащее. На самом деле из сознания ничего не появляется. Оно самосодержащее. Это я? Это эго? Нет. Оно самосодержащее, как я есть, а не как эго. Оно есть все. Эго – это иллюзия. Эго никогда не существовало. Сознание не может породить эго. Эго – это иллюзия. Как это возникло? Если вы становитесь сознанием и вы в тишине, тишина заканчивается и кажется, что возникают эти мысли. Они просто возникают. Если вы в настоящей тишине, тогда никакие мысли не будут возникать. Никогда? Никогда. Они просто будут спонтанными. Они будут продолжать работу ваших телесных функций. Но если они спонтанные, значит, они есть? Они просто есть, чтобы поддерживать ваше существование как тело. Но на самом деле они вообще не существуют. Это иллюзия. К вам приходят мысли? Когда я функционирую, ко мне приходят мысли. Я поднимаю мою руку. Я говорю. Я ем. То есть мысли есть, но они не идут дальше моего носа. Почему вы пускаете их так далеко? Я не пускаю. Хорошо. Ученики смеются. Я не это, но кажется, что это происходит. Я могу сидеть здесь и рассказывать вам, что у меня нет тела, хотя вы смотрите на меня. Нет ума, нет даже проявленного тела. Однако вы мне говорите. Нет, вы ошибаетесь. Я вижу его. Поэтому это должно быть правдой. Но если вы словите себя, когда говорите «я вижу его», то обнаружите преступника «я». Я его видит. Обнаружьте, кто это «я», который видит тело. Тело и «я» привязаны друг к другу. Если вы избавитесь от одного, то избавитесь от второго. Видите жизнь, как оптическая иллюзия. Я вернусь к иллюстрации голубого неба. Вы смотрите на небо и говорите «какое же это красивое голубое небо». Не сегодня, но если вы исследуете, то обнаружите, что нет ни неба, ни голубого. Это оптическая иллюзия. Это как змея в веревке. Еще одна иллюстрация. Если вы находитесь в темноте и видите свернутую веревку, то подумайте, что это змея, и испугаетесь. Вы испугаетесь до смерти. Но когда вы включите свет, то увидите, что это только веревка. Как только вы убедитесь в этом, то больше никогда не будете одурачены. Но там была веревка? Там была веревка, а змеи не было. Но там была веревка, или вы видели змею? Вы подумали, что веревка – змея. Но при исследовании вы обнаруживаете, что это не змея, а только веревка. Такой же пример. Вы думаете, что я – тело, но при исследовании, когда включается свет в вашем сознании, вы увидите, что тела нет. Есть только сознание. Тела никогда не было. Откуда появляется веревка? Веревка – это истинное я? Откуда появилась веревка? Веревка – это просто иллюстрация. Веревка просто есть. Веревка, понимаете, некоторым людям кажется, что это змея, и они пугаются ее. Так же иногда ваше тело и ваши дела окажутся пугающими. Но это точно так же, как змея, которая не существует. Это веревка. Вы есть чистое сознание. Вы сияете и светите. А что, если вы думаете, что это веревка, а это на самом деле змея? У вас есть проблема? Тогда у вас есть смерть. Тогда вы действительно должны работать над собой. Если голубое небо – это действительно иллюзия, почему мы разделяем одну и ту же иллюзию? Почему у нас не получается видеть небо? Разные люди видят небо разного цвета. Это все равно, что сказать, почему нам не снится один и тот же сон. Мы видим сны индивидуально. Не бывает двух людей с одинаковым сном. Точно так же не бывает двух людей, которые бы одинаково видели одну и ту же вещь. Вы видите, что небо голубое по-разному. Но все вместе мы видим, что небо голубое. Это называется «великая иллюзия». Мы все приходим из одного единства, одного заблуждения. Есть только одно. Нет множества. Поэтому коллективное сознание человечества, как кажется, видит одно и то же, потому что оно исходит из одного мешка. Когда вы разрушаете иллюзию, то больше не видите ложное небо. Вы видите реальность. Вы больше не видите себя как человеческое существо. Вы видите себя как вселенную. И небо, луна, звезды внутри вас. Что это такое, когда вы можете видеть, как что-то реально меняет форму? Например, прямо перед вашими глазами есть голова человека. Например, вы смотрите на голову человека, и она может поменяться во что-то древнее. Например, во другого древнего человека. Или она может принимать разные формы, очертания и цвета. Это означает, что вы принимали слишком много ЛСД. Громкий смех. Нет, я имею в виду без ЛСД, без каких-то наркотиков. Каким-то образом у вас немного повредился мозг, и вы видите все эти разные вещи. Идея не в том, чтобы видеть это. Причин может быть много, галлюцинации, слишком много размышлений. Есть много причин, почему мы видим, как вещи меняются, очертания меняются. Но истина в том, что вы должны выйти за пределы этого. И вы должны задавать себе вопрос, кому это приходит, кто видит эти вещи. Все это часть вашего личного «я». Все, о чем мы говорим, это часть личного «я». Очертания, люди, места, вещи, мистические видения, астрология, номерология. Все это часть личного «я». Пока мы застряли в этом эпизоде, нам придется повторять это снова и снова, кармически. Так кажется, пока мы не потеряем личное «я» и не станем истинным «я». Так что все эти вещи, видения, сны, все это часть личного «я». А, Роберт, в иллюстрации с веревкой и змеей, как вы можете объяснить внутри данного контекста, как вы объясняете веревку? Веревка – это иллюстрация реальности. Как истинного «я» или чего-то как реальности? Как истинного «я». Веревка существует, а змея нет. Ага, верно. Когда вы видите змею, то боитесь, но когда включаете свет или когда пробуждаетесь, то видите веревку. Вы видите себя, как вы есть, чистое-чистое осознавание. Так что веревка иллюстрирует истинный «я». Верно. Если мы не знаем, истинный «я» – это настоящая загадка. Истинный «я» – это загадка, когда вы его не знаете. Это верно. Пока более или менее, даже когда вы осознаете, что это загадка, вы на верном пути. Это заставляет вас исследовать. Должно быть что-то другое. кроме того, чем я кажусь. Должно быть что-то еще. Ложиться вечером спать, по утрам вставать, идти на работу, смотреть телевизор. Должно быть что-то еще. И это начало мудрости. И тогда вы начинаете задавать вопрос, что это что-то еще? Кто это? Это Бог? Я могу думать о Боге. Кто думает? О каком Боге я думаю? Откуда пришли эти мысли? И однажды вы скажете, «Я их думаю». Ух ты, это удивительно. Все эти мысли, на которые я смотрел, откуда они появляются? Я тот, кто их думает. Поэтому, если я устраню «я», другие мысли тоже уйдут. И я буду свободным. И так вы проводите оставшуюся жизнь самоисследованием, уничтожая ее. О, Роберт, так все это крупномасштабная галлюцинация. Это то, что мы переживаем. Если ты знаешь, что это галлюцинация, это выводит тебя из нее. Да, конечно. Это имеет такое качество, как жизнь за пределами ЛСД. Но сам по себе ты не очень-то можешь соскочить. Но каким-то образом ты знаешь, что должен быть ответ. Да, но каким-то образом это как бы нереально. И ответ всегда находится внутри вас. Если вы будете исследовать внутри себя, ответ придет. Меня просто поражает, что как же эти монахи, которые живут в горах в Тибете, они занимаются тем же самоисследованием, сидят в медитации, ведут аскетичный образ жизни. Это их мотивация. Это зависит от того, к какой секте они относятся и что они делают. Я понятия не имею, что они делают там наверху. Я имею в виду не только в Тибете, но в Индии и по всему миру. Нет необходимости уходить в монастырь, потому что вам придется взять себя с собой. Если вы не можете сейчас думать об истинном Я, когда вы попадете в монастырь, будет еще хуже. Я не имел в виду это. Я имел в виду людей, которые в этих монастырях. Кто знает, где они находятся? Возможно, они все читают плейбой. Ученики смеются. И это очень важно. Мы понятия не имеем, чем они занимаются. Забудьте о них. Обнаружьте, чем вы занимаетесь. В Роверт такое впечатление, что при практике самоисследования бывают разные спектры мыслей. Есть разбросанные мысли, есть высокозаряженные эмоциональные мысли, такие как злость. И, возможно, есть вещи, очень близкие к тому, что есть восприятие. Это так, будто ты занимаешься самоисследованием, и тут рядом с тобой появляется громкий оглушительный шум, и есть семантическое восприятие, например, боль в теле. Как с этим иметь дело? Совсем одинаково. Но такое впечатление, что все это однотипное, а переживания каким-то образом разные. Все это привязывается к «я». Разница существует в вашем уме. Когда какие-то из этих вещей кажутся более разрушительными, чтобы справиться, когда выполняешь самоисследование, и они продолжаются, это лучшее, когда ты можешь, и что-то… Разрушение – это лучший учитель, который может быть, потому что разрушение заставляет вас увидеть, что вы должны выйти за пределы этого. Давайте возьмем самое разрушительное, что может быть – физическая боль. Ты говоришь «кто я?», а она снова появляется. Нужно снова обращаться к «кто я?» Нет. Если у вас физическая боль, вы должны задать себе вопрос, кому приходит боль. Делайте это так. Кто испытывает боль? Снова «я». Тогда вы говорите «кто я?». То есть это приносит пользу? Это потихоньку приносит пользу, конечно. Настолько усердно, насколько возможно. Для обыкновенного человека практика «кто я?» это действительно лучшая психотерапия, которую придумали за все времена. Она избавляет от эмоциональных проблем. Когда исследуешь, кому приходит эта проблема, вы осознаете, что вы не проблема. Проблема – это я. Тогда откуда появилось «я?» Оно ниоткуда не появлялось. Вы приходите к такому пониманию. Оно никогда не рождалось. Ничто его не порождало. Это лжец. Тогда вы свободны. Но «кто я?» Это не умственный процесс? Нет. И это не мантра. Это просто исследование. Вы исследуете. Смотрите, что происходит с умом, когда вы исследуете, что это такое. Он становится слабее и слабее, пока не исчезает. Это единственный способ уничтожить ум. Исследуя его, и осознав, что он не существует. Когда вы говорите исследовать его, это опять звучит как умственный процесс. Нет. Вы просто смотрите на свой ум и спрашиваете, для кого он появляется. Это правда. Вы немного используете свой ум, чтобы избавиться от него. Это единственный инструмент, который вы должны использовать. Когда вы исследуете своем с помощью своего ума, он растворяется, исчезает. Он превосходится. Да, но идея пребывания в «я» похожа в том, чтобы придать другое чувство, не такое, как исследование «я». Пребывание в «я» – это то же самое, что и исследование «я». Вы пребываете в «я», это означает, что вы смотрите на «я». Вы держитесь за «я». Вы смотрите на «я» очень внимательно. И когда вы продолжаете исследовать «я», отслеживаете его до его источника. Оно просто уходит. Роберт, тогда есть как бы последовательность в самоисследовании. Сначала идет «кто я» – это номер один. Номер два – мысли замедляются, ум подходит к исчезновению или исчезает понемногу. И может случиться пребывание в «я», а может и не случится. Но меня не это волнует. Я просто продолжаю с самоисследованием. И самое большее, на что я мог бы надеяться, если я на что-то надеюсь, что мои мысли замедлятся, и пребывание в «я» или придет, или не придет. Снова меня не это волнует. То, что вы говорите, правда, вас ничего не волнует. Вас вообще ничего не должно волновать. Я просто продолжаю говорить себе «кто я». И это и есть настоящее радикальное учение. Оно происходит по-разному с разными людьми. Есть некоторые люди, которые просто спрашивают, для кого это появляется. Возникает как бы вспышка, и все уходит. И они оказываются дома, свободными. Есть другие люди, которые должны пройти через все и делать то, что вы сказали. Не называйте это практикой с номером один, два, три, четыре. Ой, это было для того, чтобы как-то это объяснить. Да, но когда вы делаете это сами, пусть это приходит естественно. Не насилуйте это. Например, когда вы реагируете на обстоятельства и ловите себя, не прилагайте усилия, чтобы что-то случилось или заняло место реакции. Очень мягко и спокойно наблюдайте, что произошло, и что-то внутри вас скажет, кто реагировал. Придет что-то еще и скажет «я». Тогда кто этот «я», который реагировал? Откуда он появился? Что является его источником? Вы делаете все мягко и спокойно. Может быть, вам придется пройти через все шаги, может быть, нет. Не нужно иметь какие-то предвзятые идеи об этом. Не нужно концепций. Просто позвольте происходить тому, что происходит. Играет музыка, и Мария поет. У нас сегодня много просада. Будем его есть, пока не лопнем. У нас есть какие-то объявления, Эд? Пасха. В следующее воскресенье Пасха. В шесть вечера у нас здесь будет Пасха. У нас здесь Пхандера. Еще одна интересная вещь для тех, кто время от времени испытывает сомнения. Один человек, который недавно попросил беседы с Робертом. Джин Дан. Которая написала. Она ученица Несаргадаты, написавшая «Семена сознания» и «Досознание». Она сказала, что эти беседы удивительны. Она раздает их своим ученикам и своим друзьям, там, где живет, в Акавиле. Я просто подумал, что вам будет интересно это узнать. Вакавиле – это не тюрьма? Да, она там, в тюрьме. Также на столе лежит список, который я составил для Пхандеры. Пожалуйста, внесите свое имя и то, что вы собираетесь принести, чтобы у нас было представление. Аудиозапись заканчивается. ка с «Семенаantwort», Аудиозаписе, Да. Ведь не есть наша tanningс помощь. Это правда прочнос. Ин製ивание естины. Beimитый коверта,